Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Быть ухе. Сегодня я приготовлю уху из средиземноморской рыбы сибас. В Израиле вот такого сибаса ловят редко, а чаще ловят его родного брата, который называется лаврак. Я мелко нарезаю лук и тонко нарезаю морковь. Таким образом они приготовятся практически одновременно. Сегодня помимо стандартных овощей, которые обычно идут в уху, у нас будут и нестандартные овощи. Точнее один овощ, который называется фенхель. Итак, оливковое масло. Лук и морковь. Я не буду воздиться с каждым зубчиком, просто буду получать вот такого действия зараножем. Давайте им самим вылезти из шелухи. Морковь и лук, то, что называется, с потерью. Я добавляю чеснок. Соловину фенхеля. И фенхель. Пока овощи жарятся, я сделаю быстро бульон из костей нашей рыбы. Лена будет нужна для ухи, а кости и голова. Я заливаю горячей воды. Для того, чтобы излечить из рыбы максимум. Моя задача сделать из рыбы филе. Такие длинные кусочки я положу их в самом конце. Для того, чтобы они едва и два приготовились. Сейчас нужно добавить немного очищенных помидоров. Это очищенные помидоры из консервной банки. Я использую итальянские. Вот у нас бульон закипел. Ароматы пошли. Сейчас нужно дать супу немножко покипеть. Вот видите, степень готовности овощей можно определить, потому готов ли самый твердый из овощей. Я беру морковь. Бывай, да. Морковь готова. Значит, лук, фенки, тем более помидоры все уже разварено. Вернее, не разварено, а сварено. На этом этапе филе и специи. Специи сегодня у нас простые. Много соли. Немножко сахара. Перец. Ну что за суп без зелени? Конечно же, я порежу немножко петрушки. Вы видели, что рыба готовила буквально несколько минут. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Конечно, есть. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...